Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, ну и Лесничий Дервин, конечно. Создатели и творцы этого мира решили, что он несовершенен и сотворили вайп. Ну, как бы страшно это слово не звучало, я думаю, после него наш мир дополнится только полезными и хорошими вещами. Ну, а если и возникнут какие-то проблемы или неприятности, я думаю, что мы их будем как-то решать. Опускаться вот до такого вот вида и браться за бутылку мы не будем. Так что сейчас самое время посетить старейшину, заключить пару контрактов, надеюсь, не сильно опасных, ну и отправиться их выполнять. Поэтому к старейшине налетая дешевле не бывает. Посмотрим, может быть и налетим, я даже не знаю. Ну, наверное, нет, наверное, нет. Овер. Кудару, небось, он наверху. Я понял, я понял. Знаешь, Удар, ты, я знаю, что не против, а я загляну к вашему оружию, но для того, чтобы взять топор, лук и стрелы, я сейчас сразу же выставлю. Наверное, я выставлю сюда дирк и крестьянский топорик. И вот что я думаю. Я просто не могу определиться между этими двумя оружиями, видом оружия. Что мне первым попадется, тем я и буду пользоваться. То есть попадется мне второй топорик, значит, у меня будут топоры. Кинжал, значит, будут кинжалы. Вот на том я и решу. Здесь у нас были стрелы, стрелы я забираю и бегом, 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 только не разбудите вот их, хотя они спят-то крепко, наверное, после ночной смены. Бегом к этому старешине. Ну что ж, добро пожаловать в Озбрук. Есть какие-нибудь контракты? Я очень хочу их быстро выполнить. Есть такие контракты, украденные товары и перехваченные донесения, как он интересует. Давай первый начнем. На дорогах нынче неспокойно. Озбрук тем только и живет, что зерно в Брин поставляет, а местные разбойники из места под названием Форт Волчий Клык продыху нам не дают. Перехватывают каждый восс, представляешь? Ой, ужас. Надоело нам это. Если отправишься в Форт Волчий Клык, убьешь их вожака и вернешь украденный товар, я за это неплохо заплачу. Думай. А что тут думать? По рукам. Отлично. На том и порешили. Давай карту, я отмечу на ненужное место, жду тебя через три дня за наградой. Сейчас появилась возможность быстро открыть карту. О, вот это то, что нам нужно. Средняя опасность. Форт Волчий Клык. Вот туда мы и направимся. Я даже не буду разговаривать сейчас о втором контракте, потому что он, наверное, с большой вероятностью будет опасным. Ну, мы хотя и не боимся этих опасностей, но я предпочту пока что обойти их стороной. А сейчас... А сейчас... Из лекарств у нас только целебная мазь. Это почти ничего. Я сразу же, наверное, зайду в способности. И поскольку первоочередной, наверное, способностью, которой мы будем владеть, это будет стрельба. Изучим прицеливание. И изучим дальнобойный выстрел. Побочные. Постоянная практика. Прицеливание также дает... Ну, это как бы неплохо так, пассивочка, да? Отвлекающий выстрел. Повышает шанс уклонения до 100%. Позволяет отступить на расстояние до двух клеток. Ого. Ну, ладно. Подумаем над этим, когда у нас появятся очки доступного опыта. Итак, нам как сейчас пройти? Нам нужно будет вниз и... И потом вправо. Вот по дороге как раз пойдем. Вниз, вправо и вниз. Вот замечательно. Кстати, все-таки я думаю, знаешь, я найду... Кузнецу я не пойду. Мне нужно найти... Нет, не портного. Мне нужно найти травника. Потому что... Здоровье... И жизнь... Она только одна. Подожди, это плотник. А где травник у них живет? Может... Нет, травник не здесь. А где травник? Я пока сейчас буду ходить. Я просто проголодаюсь. Может он в другой стороне? А вот здесь не травник? Нет. И здесь не травник. Ладно, понял. Хорошо. Может быть в другой стороне? Да, столько времени убил. Голод, жаждаем. Они не заставят себя долго ждать. Ну где же травник? Ну я весь на оптимизме. Здесь травника нету. Я потерялся? Потерялся я. Может здесь травник? Вот, по-моему... Да, это он. Вот, по-моему, это он. Ой, травник, пока я тебя нашел, просто... Вымышился весь. Коренья, травы, настойки, приз... Вот что есть, что у тебя на продаже. Покажи. Вот. Вот это меня очень сильно интересует. Фрид. Мне бы не помешала... Целебная мазь. Кстати, она не очень так уж и дорого стоит, поэтому я возьму. И шина. А шина вообще 15, поэтому я возьму даже, возможно, две шины, потому что... Если вдруг мои колеса начнут спускать... А они, наверное, начнут это делать, я воспользуюсь этими шинами. Усыпляющая губка. Ну, не знаю. Свиток зачарования дорого. Они по карману, свиток определения... Вот, свиток определения, может быть, и да. Хвощ, я знаю, что хорошее растение, но... Но трелистник не сравнится. Вот, трелистник я тоже возьму в путь. Рассудок, изменение морали. Снимает эффекты опьянения и прихода. Приход это, конечно, поймать это пару пустяков. Что бы мне еще понадобилось? Бинт у меня как бы есть. Вот, свиток определения, я смотрю, как бы не так уж и дорого стоит. Почему бы его... Да почему бы его, собственно, и не взять? Господи, чего жалеть эти деньги? Пойдем. Я думаю, что с таким, с таким запасом таких полезных вещей с нами будет все хорошо. Так, в комментариях ты говорили, пользуйся не сбывай альтом, потому что грибы могут быть очень полезными. Какая-то, смотри, прогалина, не лесистая местность. Перечная мята, что это такое? Хватай. Ох ты, вот это я зашел. Удачно. Перечная мята. Перечная мята, сопротивление голоду, интоксикация, эффективность лечения. Замечательно. Вот где травник берет свои эти самые. Только тут переступил, травы нарвал и давай продавать, да? Если бы я знал, я, может быть, к тебе и не пошел. Это что, лопух? Лопух тоже возьмем. Где этот лопух? Интоксикация, регенерация. В общем, мне кажется, что все у меня хорошо. Должно быть. Опа, здесь еще тимьян. Давай этого тимьяна берем. Сопротивление боли, восстановление. Замечательная какая-то. В общем, нужно запомнить. Наверное, на вот этих вот лужайках растут травы. Разные полезные травы. А грибы и тому подобное. Трелисник, вот тебе, пожалуйста. Смотри, сколько всего. Лопух. Ну ладно, этих. Я уже столько нагреб этой травы. Я сам могу открыть уже лавку. Тимьян. Лопух. Всего у меня полно. Полный букет. Надо же пойти сражаться уже. Не помешало бы. Итак. Вот на карте бы не помешало бы, чтобы все это отображалось. Мое положение. А то я так буду мет... Здравствуйте, пожалуйста. Еще и с вилами. Мятежник. Против кого? Против кого ты митингуешь, мятежник? Их еще и двое мятежников. Молодец. 25. Неплохо. 51. Это уже лучше. Боже мой. У него кровотечение, да? У него кровотечение. Открылась. Помер. Так и не достигну в своей цели. Но этот с молотилом, бывший мельник, уже ко мне подходит. Ну, надо поближе его подпускать. Ничего не остается, как подпустить его поближе и... Затем пособирать свои стрелы. Что там у меня? Нога. Правая нога. Бьют по ногам, гады. Вилами, наверное... А, нет. Вилами он до меня не дошел. Этим молотилом. Просто измолотил всю ногу. Ух. Так, нужно запомнить. Я сейчас нахожусь здесь. Сейчас мне нужно вниз как бы двигаться, да? Ну, может быть... Снова лужайка, бабочки порхают и все такое. Но это ничего не значит. Скоро прибегут эти... Нет, релистник. Это, по-моему, хорошее растение. Очень даже замечательное. Может, не стоит нарывать? Вот зверобой. Хватит. Хватит, в общем, рвать этого всего. Мне уже места не осталось. Я просто думаю, вот сорвал. Потом, через какое время вырастает эта трава или же нет? Поэтому не надо портить природу и рвать, если тебе нет необходимости в этих цветах. Знаешь, давай, наверное, лук и стрелы выставим. Где-то здесь уже должны быть разбойнички. Да, вот открылось. Слушай, я, наверное, зайду с этой стороны. Они там у костра сидели. Двое, да? Двое их должно быть. Двое. Ага, сидят. Так и сидят. Значит, сколько до них-то? Достану? Ну, с дальнобойным должен достать. И прям попал. Ничего себе. Еще раз попал. Ничего себе. Осмотреть. 41. Рука. Рука. Ну, это хорошо, потому что у него в руках, смотри, какая дубина здесь. Это как бы мне очень мне хочется. Это точно меня искалечит. Ну, без прицеливания никак. Готов. Хорошо. О, их трое. Их трое. Даже не знаю. Я, наверное, пока что подожду. Дальнобойного выстрела. Потом прицельный. Прицельный. И точно в цель. Отлично. Отлично. Дирвин бьет. Что такое? 21. Готов. Кустарный. Но можно чуть поближе подойти. Пропущу пока. Пока я буду пропускать, я чувствую... Проголодаюсь. Нет, у меня жажда начинает мучить. Ладно. 21. Неплохо. Мимо. Ну, войди, подходи поближе уже. Дайте что-нибудь. Или топор и кинжал. Я хочу определиться, с чем я буду сражаться-то. Стрелы нужно забрать. Стрелы забрать. Вот что-то у них тут что-то было. Наверное. Что-то готовили. А может быть, они просто грелись. Яблоко. Съем. Так, хорош. Четыре стрелы где-то потерялось. Ну, может быть, три застряла в них, а куда вот другая улетела, не знаю. Ну, мне пора спускаться. Пора спускаться в подземелье. Сразу надо не забывать ловушки. Потому что, ну, их убить главаря разбойников, найти украденное зерно. Так, спокойно. Ловушек нет. Тряпка. Ну, тряпка может пригодиться. Сервант. Тряпка может. А вот ловушечка. Замечательно. Может, кто-то придет. Оттуда нет. Никто не захочет. Тогда нужно будет все-таки обезвредить. Нога моя там. Смотри, затягивается. Затягивается нога. Уже как новенькую. Так, ну тут совсем чуть-чуть. Он скоро придет ко мне. Я думаю, что... Да нет, какой лук? Пускай идет поближе, подходит. Рукопашный бой. Молотива. Мне кажется, у них совсем... Ты что делаешь? Хочется пить. Ну, если сильно хочется. Так, здесь уже спуск, да? Пусто. Пусто. Уплотненный дуплет. Ну, пускай полежит. Здесь тоже пусто. И здесь ничего. Ладно, поскакали дальше. Все нормально, все нормально. Голова немножко побаливает, потому что все-таки треснули мне этим... Молотилом по голове. Так, лук, наверное... Ага. Ты что сидишь тут? Ты меня ждешь? Конечно. Затаился. Рука, нога, но пока что еще живем. Умедовуха. Так, ладно, пошел я сюда. Пошел я сюда. Умедовуха. Ммм... 29, да? Блок. Так, ладно, пока что отступаем. меняем оружие меня и уху ху 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 и музыка не перестает быть тревожной поэтому меняю оружие нет никого нет никого нет только у меня боль появилась а более того что у меня сейчас набили все может быть пора чем-нибудь и лопухом наестся сопротивление были генерация здоровья давай-ка стрелы соберу боевой тесак нет это это не топор это меч да это у нас меч обычный ладно потопал я кусок угля а зачем нужен мне кусок угля может кого-то заинтересовать но мне кажется цена будет очень низкой травяной экстракт вот наверное возьмем сопротивление боли изменения более эффективность лечения может быть и понадобится кто его знает гвозди тоже наверное на продажу крон и дверь всего лишь да сильно не разбогатеешь здесь ничего нет главное ловушки тряпка крон и груша грушу я наверно сразу же съем потому что ну сколько там голод у меня есть и жажда немного тоже боль отступает потихоньку где моя груша сколько крон 1 ничего ничего винный погребок олень и рога вот тебе пожалуйста 50 ну ладно пускай полежат но как бы вместо они достаточно много занимает здесь больше делать нечего поэтому скачем скачем другое так но даже не знаю давай лук возьмем о подожди господи это же выход это же выход ты чего нет никого что мне кажется здесь будут всякие дубины попадаться ржавые мечи и все никакого благородного оружия не будет все-таки разбойнички тумбочка пустая кроны это что нефритовая статуэтка но вот это как бы дороже чем рога даже давай я обменяю это все возьму возьму нефритовую статуэтка подожди я взял и рога конечно да не надо мне рога нефритовая статуэтка может кто-то оценит серван пуст бочка тоже пуста меняя на всякий случай лук никого подожди крикнуть может никогда не пользовался криком но подкова хлам может это как это может привлечь просто их так здесь дверь открыта лучше бы и наверное сейчас не открывать ловушечка и капкан картофели на здесь пусто а вот здесь может быть нет ловушка надо конечно может быть и обезвредить обезврежено замечательно шкаф пустой этот капканчик пускай пока пускай пока постоит только бы не вляпаться в его потому что кто его знает за это дверью кто там стоит если кто-то будет очень желающий со мной встретиться то может быть доведем его до капкана может быть и нет враг вот он идет 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 конечно иди-ка вот сюда прям напрямую выходите ко мне так о молодец давай ух какая неприятность да какая неприятность блин стрелы немного по-другому подожди не атаковать я хотел посмотреть атаковать шкаф книга трактат о топорах подожди а что трактат о топорах чему тут радоваться топорами я могу пользоваться этого это ничего мне не откроет нового правильно абсолютно хотя разблокировано что так казнь и тому подобное подожди а ну вот это разблокировано беспощадность казнь ну может быть может быть вот уже как бы немного склоняясь к топорам здесь ничего гвозди опять а здесь ловушки он шел ко мне он пытался дойти но попался на ловушку картофелина надо поесть картошки мы набрали там много съесть съесть две картошки гвозди что там 10 боже мой вот выбросить эти гвозди эти тоже выбросить и не надо таскаться никаких гвоздей в общем серван пуст так спокойно обезврежена молотила шкура вепря нет но это конечно 50 слушай но на место просто ужасно много занимает поэтому нет наверно ловушек нет и хорошо надо было эту комнатку осмотреть сразу о сидит отдыхает да он пока не чувствует никакой опасности крикнуть может быть как-то эй эй как-то ты неуверенно кричишь крикни погромче вот услышал наконец-то 2721 пора менять бинт бинт может пригодится лучше бы конечно нет но здесь пусто значит дорога только туда ну да кручья шубка 30 ладно пускай пока полежит это кроличья шубка что мне со здоровьем со здоровьем все нормально голова не болит боли нет немного голода и жажды пока что все пока что все вери гуд можно так сказать но это пока бдительность нельзя терять просто не на секунду давай сразу лук давай проверим на всякий случай чё нет ничего нет здесь тоже просто так ну что здесь дверь здесь никого нет никого и даже ловушек то есть можно в принципе даже открыть эту дверь выкладывай свои денежки ой мазила но он сильно близко он сильно близко я конечно получил по лицу даже не по лицу а по рукам и по ноге груша сразу в рот ее яблочко тоже туда же можно отправить вслед за грушей здоровая пища здоровая пища здоровую здоровом теле здоровый дух не ну я сейчас от мяса не отказался здесь я посмотрел нету ничего никаких ловушек железный слиток ну это на продажу до ценность 50 дороже чем эта шкурка вообще места у меня все меньше и меньше в инвентаре что-то мне кажется нам кто-то сказал а это сзади открывать сейчас неразумно совсем но выстрелить да я не сомневался что ты промажешь боевой тесак пойдем стрелу хоть одну подберем сканируем местность должна охапка соломы зачем она мне нужна куда я куда я могу здесь еще одна солома да смотри сейчас соломы странно ловушек нет я ожидал что они будут но как бы нет не верю своим глазам еще раз проверяю но вроде как бы нет серван пуст здесь две кроны здесь тоже пуст ничуть и какая большая зала чего нет неужели нет ловушек вообще нет ловушек уже здесь что это гнезда какие-то ли это просто веревки тут наверху лежат да наверное верю какие могут быть гнезда так ладно топаем сюда не проходим не проходим либо здесь тоже ничего нет серебряные приборы ну давайте пожалуйста 60 конечно заберем вилочки ложечки так а чё у нас там кто у нас там дорисовался такой красивый а двадцать семь двадцать один мимо ну пора переключаться стрелы заберем так будь здоров здесь совсем ничего здесь совсем ничего ну что ж не так уж и все и плохо да рука правда немного побаливает вот вдолбанул же тесаком по руке стрелку подбирай смотри не дай бог здесь куда-нибудь вляпаться а это миска какая-то ладно пойдем сюда где открыто проверяю просто на каждом груша груша съели тряпка спиртовая вытяжка сколько у меня тряпок у меня две тряпки поэтому они мне не нужны спиртовая вытяжка ну боль да нет мне как бы есть чем пить пить мне некогда я на задании основу погребок погребок а все мне не о чем переживать ты в общем на позитиве да на позитиве на позитиве ну позитив это хорошо позитив это очень даже так проверка ничего нет опа а мне кажется это разбойчи главный кнут усиленный человек разбойник враждебный восстановление восемь восемь бить будут больно бить будут больно бить будут больно двадцать два неплохо но мне некогда прицеливаться восемьдесят один черт побери что ж мне делать а ну как бы будет меня преследовать и все восемнадцать может что-нибудь может что-нибудь может выпить для храбрости что мне может регенерацию здоровья сделать лопух съем лопуха лопуха пока дрался проголодался и рука нет рука сломана я думал это голод нет легкая травма слушай ну не так страшно смотри-ка мы его в принципе и добили найти укради дайзер до стрелы видовуха кошель кошель то есть у меня теперь два кошеля нету пригодится я буду не это не знаю в какой кошель буду складывать свои денежки боль боль пронзила мое тело конечно рука использовать шину использовать мазь вот и все и будем здоровы и счастливы боль уйдет потом само собой ничего страшного не случится терпи терпи ты шлестник настоящий здесь ничего нет здесь сундучок о о вот так можно да ладно все в кошель аметист ну конечно я заберу эти аметисты я не знаю куда я возьму этот мешок зерна а он огромный а мне нужно его взять и вернуть старейшин поэтому как бы не хотелось сильно выпить мы все таки с медовухой наверное расстанемся со шкуркой зайца расстанемся и мне нужно место для мешка это можно что-то взять да ну ладно давай шкурку зайца возьмем нет ничего нет получается мне сейчас что осталось просто вернуться назад да просто вернуться назад нет никакого свитка телепортации там мне нужно просто вернуться назад живым желательно а кто вот это вот кроны то не взял кто не берет эти кроны почему не подбираешь за тобой только глаз да глаз слушай но и хочется пить поэтому выпьем конечно здесь опасности нет все ни капканов ничего нет поэтому можно смело просто бежать на выход и все вот все таки не знаю как меняется здесь время где можно посмотреть сколько сейчас вечер наступил да так еще секунду мне сейчас нужно делать что я могу пройти вверх поспокойно по дороге вверх и потом сюда и потом туда да ну наверное так я и сделаю так я наверное и сделаю единственное что лук я возьму в руки но терять бдительность нельзя потому что волки разбойники это же любимое время их ночь а где дорога я что-то не пойму я иду иду а дороги не вижу вот дорога я сбился с курса сбился с курса так мне сюда да снова это поле как бы не страшно не страшно совсем не страшно какие лужайки ну вот что-то не вижу этих цветочков о что-то в животе заурчало что-нибудь съесть надо да ну давай хлеба хлеба съедим а с едой все равно наблюдаются некоторые проблемы да вот что потом есть у меня осталось только краюха хлеба ну надо будет брать надо будет покупать что-то так секунду я прошел сюда да я сейчас здесь получается мне нужно наверх да мне нужно наверх я тогда иду просто по дороге а вот уже эти вороны доклевывает этих разбойничков не хотел бы я быть на их месте надо было сидеть спокойно мне не о чем переживать да мы уже близко мы уже близко мы скоро будем дома что переживать нам ну если никаких проблем больше не возникнет то я бы не сказал что это уж как-то было плохо трудно травник все копошится может ему продать что-нибудь что мне не нужно да конечно тут трава то стоит ничего а мне пригодится да а мне по-любому пригодится горшки рынок не расходится даже ночью женщина торговать вам вот что хлеб интересует да ладно не мне вот нужно вот то есть она на продажу стоит 72 я не знаю насчет выгодных цен может быть где-то они у кого-то выгоднее и давай не буду пока продавать вот запомню что примерная цена хорошо давай сюда подойдем торговать опять же его интересует еда ее интересует еда да а ну да хорошо что они не ложатся спать 63 ну еще дешевле да конечно нет 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 значит тут то есть нужно как-то это самое экономика какая-то присутствует 21 нет но у него еще еще хуже цены чем чем у этого торгаша на рынке может кто-то еще дает вот лучшую цену не знаю но я пожалуй продам с ракет аметист хотя может эти аметисты кому-то можно было торгануть и получше цене ну да ладно еще об этом уже говорить так у него есть геоманский трактат но стоит он достаточно дорого и мне он совсем не по карману виноградик возьмем ну что ж ладно пойдем к этому ну а тебе что-то можно тоже продать а мешок мешок мне надо вернуть а то я потом я не буду знать где его брать я за наградой помнишь контракт украденные товары я справился на тебя и вправду можно положиться что же держи награду оуууу ничего себе навалило есть что-то до продажа у него карта да ну карта мне не нужна карта мне не нужно источник порчи перехваченные донесения знаешь я пожалуй давай про другое я пожалуй пойду сейчас высплюсь а потом уже мы решим чему будем делать если ты заработай только тебе и тебе к старости да спасибо доброго или доброй женщины то я уже там был а вот этот пьянчушка может у него что-то можно да ладно откуда у него деньги а редиску он почем продает редис белый за 8 монет ну такое себе дело тут изменение голода за 60 ходов это изменится совсем на чуть-чуть недорого стоит да и тратить все равно жалко ой хозяйка я к тебе давай мне нужен на ночь на день на неделю насколько давай нет ну смотри на неделю выгоднее купить да давай на день за скраб свой не бойся все приказ то прикроватный сундук складывает там все в целости вот это мне тоже очень интересно очень интересно сколько стоит 44 колбаса 100 снова ничего себе цены пирожок какой-нибудь есть подешевле какой-нибудь пирожок оладушки ну что это оладушками не наешься рыба карась приготовленный 29 хлеб 17 но блин сытный хлеб я возьму сыр наверно тоже возьму ладно пойду я посплю говоришь не страшно а вы этот сидит сундучок ну ладно что деньги выложить набитые вот эту травку трилистник ладно это пускай полежит эту тряпочку можно убрать но остальное все как бы надо остальное может быть пригодится спать но ну как бы выспался за час я почувствовал себя достаточно бодрым регенерации энергии энергии получаемый опыт плюс 5 интересно зависит сколько я посплю количество ходов до 120 может она увеличится может я буду бодрее себя чувствовать если посплю больше а что тут гадать возьми да поспи еще часок вот и все опять 120 ну ладно ну ладно я так понимаю что я сохранился бодр и наверное на этом я сейчас и закончу спасибо что смотрели и в следующий раз за другим контрактом пойдем к старости пока пока до новых встреч пока